Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, что делать с капиталом в эти непростые времена. Тема сегодняшнего видео посвящена дефолту. Аллилуйя, случилось чего не было с 1918 года. Россия допустила дефолт, рейтинговое агентство начинает на это указывать, говорят о том, с какими рисками может столкнуться Россия. Но данное видео посвящено попытаться как-то прокомментировать, во-первых, этот момент. И самое главное, что со всем этим делать. То есть какие угрозы у нас, простых инвесторов, которые инвестируют на территорию России, чем это может грозить, будет ли у нас ситуация 1998 года, когда тоже был дефолт, правда по внутренним выпускам облигаций России, а не по внешним. И как вообще это может повлиять на экономику Российской Федерации. Естественно, это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Давайте включим мозги и посмотрим, что же происходит, почему происходит, и что со всем этим делать. Поехали. Российское государство выступает заемщиком. То есть когда нужно финансировать дефицит бюджетных расходов, то есть когда доходов недостаточно для того, чтобы покрыть все расходы, то государство начинает привлекать денежные средства, как обычный заемщик корпоративный. Выпуская облигации. Облигации есть и внутреннего займа, есть и облигации внешнего займа. То есть в данном случае мы говорим про те облигации, которые были в рамках внешнего займа. То есть еврооблигации. Такие выпуски облигаций, заимствования происходят в валюте. Выплачиваются тоже в валюте и тело кредита и проценты. И в принципе, как говорят, заимствовать лучше оформлять кредит, лучше в той валюте, в которой зарабатываешь. Это на самом деле касается и физических лиц, это касается и юридических лиц, и даже государства это тоже касается. У нас получается значительная часть доходов государства российского образуется за счет экспортных доходов, которые платят компании-экспортеры. Да, это все конвертируется в рубли, но очень быстро. То есть там практически нет потери на курсы, и доходы зависят от валютного курса. И на самом деле, если посмотреть объективно, заимствовать российскому государству в форме еврооблигации было достаточно комфортно. Потому что валютных рисков ты особо не несешь. Опять-таки, когда мы говорим про нормально работающую экономику, потому что у тебя поступления идут от экспортеров, это валютная выручка. И ты занимаешь тоже в валюте, в долларах и в евро. Что произошло? Когда наложили экономические санкции, когда заблокировали золотовалютные резервы, то у нас сейчас возникли проблемы с хранением нашей валюты и транзакциями валюты. Потому что транзакции в долларах идут через банки-корреспонденты американские, которые контролируются, в принципе, американскими регуляторами. Когда наложили санкции, что фактически произошло? Вот Россия должна выплатить купоны по облигациям. Когда накладывали данные санкции, какие цели хотели достичь? Блокируют золотовалютные резервы, блокируют резервы, в принципе, Минфина. То есть Россия как государство проводить транзакции в валюте не может. Потому что любые поступления, которые придут на курсчет американского банка, у которого есть указания исполнительного органа власти, все средства, которые находятся, поступают на счета, они блокируются. То есть они приходить приходят, но с ними ничего сделать нельзя. Для того, чтобы расплатиться, у нас могут находиться деньги, допустим, валюта может находиться внутри России. Но как только она покидает условно-территориальную территорию России, эта валюта идет на курсчет банка-корреспондент. И России изначально дали возможность из заблокированных золотовалютных резервов расплатиться. И мы тут тогда не возражали. После этого произошла ситуация, когда платежный агент Citibank говорит, мы деньги не отправим. То есть мы вашу валюту не отправим, не переведем держателям облигаций. При этом мы готовы были перевести. Если говорить о размере внешних заимствований российских, это порядка незначительно больше 20 миллиардов долларов. Несмертельные деньги. Одних только золотовалютных резервов заблокировано на 300 миллиардов. А расплатиться весь внешний долг порядка 20 миллиардов. То есть это немного. У России достаточно денег, даже в рамках резервов, более чем достаточно, чтобы расплатиться. Но эти деньги не принимаются, и они блокируются. То есть они попадают в блокирующие санкции, и эти деньги зависают. Но представьте себе ситуацию. То есть я взял в долг у какого-то человека. Мы договорились, что будем переводить на расчетные счета. И, соответственно, банк, через который я перевожу, я попадаю под санкции. Все мои счета блокируются. Не под санкции исполнительного производства, условно. Все счета, соответственно, блокируются. И любые поступления денежных средств на мои расчетные счета, они просто там зависают. И поэтому я готов, в принципе, вернуть долг, я готов расплатиться. Но вот эти вот, это причем одно и то же лицо. То есть американские банки, они таким образом поступают. Потому что они не хотят, чтобы к ним были применены санкции, чтобы у них отозвали лицензию. И произошла патовая ситуация. На что Россия говорит, окей, ребят, если мы не можем провести платеж в долларах, вы нам сами не позволяете провести, расплатиться в этой валюте. Сами не позволяете. Или позволяете, но вы как говорите? Вы говорите, платите новыми деньгами, а не те, которые заблокированы. Но опять-таки, а где гарантия того, что когда мы переведем, они, в принципе, дойдут, они будут разблокированы для того, чтобы держатели облигации получили свой купон. Таких гарантий никто не предоставляет. И мы говорим, мы не хотим этих рисков иметь, а мы по-честному расплатимся. Фактически дефолт опасен, когда у заемщика, который занял деньги в прошлом, начинаются проблемы в финансовом плане, финансовых потоков денег, активов. Недостаточно, чтобы расплатиться по долгам. Ну, реально недостаточно. Убыток, нет прибыли, нет продаж. Различные причины, по которым этого может быть. Но денег нет. И тогда, да, тогда дефолт. То есть, по сути, предбанкротное состояние. Потому что у заемщика нет денег, чтобы расплатиться. Здесь мы имеем место технического дефолта. Что опасного во всей этой ситуации? Первая опасность заключается в том, что если будет еще эта ситуация повториться, то у держателя облигации возникнет требование. И, в принципе, об этом и говорят. Возникает требование требовать у заемщика досрочного погашения всех следующих выпусков. То есть, если у эмитента облигации есть несколько выпусков с разными сроками погашения, и он допускает дефолт по своим облигациям, то в этом случае у держателя облигации есть право потребовать все эти выпуски погасить досрочно. Опять, не страшно, не критично. Денег более чем достаточно. Второе. Когда происходит дефолт, то в этом случае занимать, то есть, если компания, рейтинговое агентство сказали, что она дефолтна, она не платит по своим долгам, кому-то еще размещать деньги в облигациях рискованно. То есть, понижается кредитный рейтинг, заемщик становится неблагонадежным, и, соответственно, мы можем не получить, если будут еще внешние выпуски, просто покупателя не найдется. Но опять, покупатели западные и так не будут этот долг покупать, потому что он под санкциями находится уже с 2014 года. Поэтому здесь как бы я особых рисков не вижу. Здесь возникает вопрос в том, что, в принципе, могут покупать наши дружественные страны, но риск вторичных санкций, опять-таки, Китай, Индия вряд ли будут покупать, просто чтобы не попасть под вторичные санкции, да, что эти выпуски все-таки покупаются. Опять же, тогда возникает основная угроза, в чем заключается? В том, что если цены на сырьевые товары упадут, если доходы государства, соответственно, уменьшатся, пополнять бюджет надо, бюджет является дефицитным, то внешнее финансирование получить невозможно, внешние кредиты получить невозможно. И закрыть вот этот вот брешь в дефиците бюджета невозможно. И тогда опосредованно, через этот дефолт, в чем могут заключиться риски? Будет закрыто внешнее финансирование, если не будет достаточно внутренних ресурсов для наполнения бюджета, если будет недостаточно внутренних доходов для финансирования дефицита бюджета, то мы можем столкнуться, что будут сокращены траты, будут сокращены бюджетные расходы. Сокращение бюджетных расходов вряд ли сократятся расходы на оборонку. И, соответственно, за счет других статей, медицины, образования, социальные расходы, национальные проекты, пенсионное обеспечение, но не то, что сокращаться будет, не будут увеличиваться, допустим. И здесь, соответственно, риски возникли. Бюджетная сфера вся. Здесь можно столкнуться с сокращением или с отсутствием роста заработной платы. То есть, если будет, действительно совпадет два вот таких вот события. Нам будут требоваться деньги. Цены на сырьевые товары упадут. Собираемость налогов вдруг резко снизится или у компании не будет прибыли. Курс рубля будет крепким, высоким, а курс доллара низким. Соответственно, у нас выпадет значительная часть доходов. Но сейчас пока об этом речи не идет. Цены на энергоресурсы достаточно высокие. Переориентация поставок на Азию идет. И пока есть еще кубышка. То есть, у нас есть 300 миллиардов долларов, которые не заблокированы. Поэтому долгосрочно это негатив. Но при этом мы понимаем, что негатив, он обусловлен с тем, что это специально вывели на то, чтобы формально были соблюдены требования дефолта. Есть выплаты купонов? Нет выплаты купонов. Выплата купонов должна была быть в долларах или в евро? Есть? Нет. Заплатили рублями. Значит, технический дефолт. И поэтому, когда мы говорим о рисках, риски, они, скорее всего, отложены. Риски наступят только в случае того, что упадут цены на энергоресурсы. Цены упадут на продовольственные товары. Курс рубля будет очень крепким. И центральный банк ничего не придумает, каким образом его укрепить. Тогда, да, тогда можно столкнуться с тем, что могут сокращаться государственные расходы через удар по социальной составляющей. Медицина, образование, наука, нацпроекты, бюджетная сфера. Доходы в бюджетной сфере. Но, с другой стороны, даже если этих апокалиптических прогнозов не сбудутся, мы их минуем, нужно понимать, что плохого в этом ничего нет. И даже если бы мы предположили, что нет всей этой ситуации, нет технического дефолта, не понижают кредитовый рейтинг России, нужно понимать одну простую вещь, что государство российское, наверное, бы и не занимало за рубежом. Потому что мы сейчас все равно глобально наблюдаем. Глобальная инфляция растет. Процентные ставки мировые центральные банки будут повышать. Федрезерв уже повышает. Европейский Центробанк будет повышать, если они все-таки примут решение бороться с инфляцией. Повышение процентных ставок увеличит стоимость фондирования, стоимость заимствования. И в этом случае, наверное, Россия, даже если бы не было никакого технического дефолта, и нам нужно было бы осуществлять внешние заимствования, они бы для нас все равно были достаточно дорогими. И их бы не делали. Потому что у нас нет такой необходимости. У нас вообще, в принципе, дефицит бюджета не такой большой. И у нас государственный долг не такой большой. У нас нет массированных программ поддержки населения, малого бизнеса, крупного бизнеса, финансирования, работы печатного станков. То, что мы наблюдали в Европе. И риск инфляции, опять-таки, у нас не столь высок, как это мы наблюдаем сейчас в еврозоне или в Соединенных Штатах Америки. Поэтому страшного я ничего не вижу в настоящий момент. Да, мы не можем заимствовать, но мы не могли этого уже сколько? Шесть лет как? Дополнительных внешних заимствований оказывать. Текущие выпуски будут погашаться? Будут погашаться в рублях или будут договариваться? То есть, даже Россия сама говорит, ребят, разблокируйте золотовалютные резервы. И, в принципе, мы из этих средств будем погашать свои собственные обязательства. Для нас в большей степени может теоретически под ударом быть социальная сфера. Повторю, наверное, уже третий раз. Что нужно в этом плане иметь? Ну, как бы просто быть, как я уже неоднократно говорил, ценным и полезным сотрудником в социальной сфере. В принципе, у меня на этом все. Если было полезно данное видео, поставьте лайк. Оставляйте свои собственные комментарии. Может быть, у вас есть собственное видение, что тут больше рисков. Если будут интересные аргументы, запишем отдельное видео, прокомментируем дополнительно еще раз. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok